Всем привет, мои дорогие! Ну что, сегодня у нас видео-обзор уходовых средств. Как вы помните, буквально неделю назад у нас была с вами распаковка сайта RANDEVU. И сегодня я подробнее расскажу о всем том, что было куплено для ухода за лицом, за кожей, за волосами. Так как это все уже протестировано, сегодня подробнее с вами обо всем поговорим. Ну а я, как всегда, делюсь с вами своим промокодом на 10% скидку, это 10ESU. Промокод действует от покупки на 2500 рублей, промокод суммируется со всеми скидками, акциями на сайте. И действует он до конца этого года, до 31 декабря 2023 года. Я вот просто, знаете, что смотрю на себя, думаю, боже мой, какая я коричневая. Я, собственно, сейчас перед съемкой видео вышла во двор, там муж с братом, и он посмеялся. Он говорит, у тебя с каждым днем все, краснота проходит, и более коричневый оттенок появляется. Нос у меня дико шелушится. Ну, я ничего с этим не могу поделать. И сидеть, просто не снимать видеоролики еще неделю я тоже не хочу. Поэтому не обращаем внимания на меня. Давайте поговорим про очень классные покупки. Первое, давайте, волосы. Это у нас сколько было средств. Так, маска была в прошлый раз приобретена, но она была приобретена, в общем-то, сейчас к ней был приобретен шампунь. Итак, сегодня я воспользовалась обыкновенным шампунем белорусским, в общем-то, который я брала с собой на отдых, в отпуск на море. Но сверху, да, белорусский шампунь и маска Davines. Вуаля! В этот раз я покупала маску Davines, вот такую. Это линеечка «Абсолютная красота волос». Это питательное масло, но она, по факту, является маской для волос. Дело в том, что у меня есть такая же. Эту я покупала уже на подарок. То есть, вы можете точно понять, что она мне очень сильно нравится, потому как, ну, какую-то ерунду я бы на подарок не посылала. Тем более, родне, так скажем. Маска очень-очень густая. Здесь в баночке 250 мл. Я все ссылочки вам оставлю в описании под видео в инфобоксе. Этой маской я пользовалась раз шесть. Я ей не пользуюсь на постоянной основе. Почему? Потому что маска является такое пролонгированное действие, накопительные эффекты имеет. То есть, воспользовавшись раз, вы еще последующие там раза два, то и три, когда моете свои волосы, вы чувствуете, что маска немножечко, да, не в таком объеме, но все-таки она остается с вами. Чем мне нравится эта маска? У нее маленький расход. Для кого-то здесь неприемлемый аромат, но вся линейка, ой, именно так пахнет. Это что-то травное, зеленое, но какое-то такое люксовое звучание. Очень яркий аромат. На волосах он... Может быть, я привыкла? Я не ощущаю, что он сейчас у меня на волосах. У меня волосы в корнях даже еще не совсем сухие. Где-то еще, знаете, 2% остались, они еще влажные. То есть, я воспользовалась шампунем, я воспользовалась этой маской от Davinis прекрасной и маслом этой же линейки Davinis. Нанесла его на кончики, буквально там одно, один пшик или как-то один раз выдавив это масло. Никакие спреи для легкого расчесывания или что-то еще. Когда я использую эту маску, больше ничего я не использую. То есть, вот как в старые добрые времена. Шампунь, маска. Все. В принципе, можно даже и без масла. Просто я уж решила как бы так комплексно подойти, да. А вот. Чем мне нравится эта маска еще? Тем, что она очень классно увлажняет, питает. Я, конечно, люблю показывать волосы где-то через пару часов, когда ты воспользуешься чем-либо, да. Потому что мои волосы, даже когда вот, ну если сильно феном высушить, тогда да, они блестят. Но так они досыхают самостоятельно еще какое-то время. Ну вы видите, они прям блестят. Досыхают какое-то время еще самостоятельно, и только потом они становятся такие более блестящие, более гладкие. Сейчас они все-таки еще слегка влажные. Но, ну уже виден эффект, да, как бы все равно блеск он виден. Мне нравится, что волосы пушистые, легкие, гладкие, объемные. И да, вам, наверное, кажется, как могут быть волосы объемными, гладкими при этом. Дело в том, что объем волосам обычно, у нас и шампуни, и какие-то там бальзамы, они придают, кто-то там это, муж во дворе что-то рубит. Значит, у нас чешуйки просто раскрываются, за счет этого появляется объем. В этом случае, я не знаю, как действует эта маска, но действует она абсолютно не так. То есть, есть объем на волосах, но когда вы берете вот маленькую тоненькую прядку волос, и вы понимаете, что чешуйки сглажены. То есть, сами волосики, они блестящие, они эластичные, они гладкие, они напитанные, в них что-то есть. То есть, ощущения, знаете, их становится больше, да, и визуально, и когда вы их собираете, их по ощущениям становится больше, потому что в них что-то вложили. Но когда обычная маска так действует, то волосы становятся тяжелее, и висят они как сосульки, да, то есть, потому что вот что-то положили, и этого объема уже, так скажем, нет. Здесь я не знаю, как это работает, учитывая, что это, ну, довольно максимально натуральная косметика, что она не содержит силиконов, да, и вот так круто работать и напитывать, и создавать блеск, я не понимаю, за счет чего она работает, но это, я еще раз говорю, это лучшая маска, которую я пробовала, ну, за последние, там, полтора года, да. Почему именно за полтора года? Потому что до этого я не увлекалась так сильно восстановлением своих волос. То есть, последний год или полтора я увлекаюсь этим, и если это брать как маску, не как какой-то профессиональный уход, хотя это похоже, да, то это лучшая маска. Вот эта масочка не вскрытая ни разу, она у меня уезжает на подарок, еще парфюм я пошлю, а этой, конечно, я буду пользоваться, и с удовольствием я бы вообще взяла бы себе еще и в запасике. Она мне безумно-безумно-безумно нравится. Чуть меньше грецкого ореха мне нужно на мои волосы, и все, это действительно счастье для волос. В общем, маска класснючая. Дальше, что касаемо Аравии, я люблю бренд Аравии, это наш российский бренд. Я приобрела шампунь Керопластик. Здесь 250 миллилитров. Восстанавливающий с кератином. Он должен шампунь, естественно, восстанавливать поврежденные волосы, увеличивать плотность. Я буду говорить, правда или нет. Насколько восстанавливает, все-таки сложно сказать, но волосы чувствуют себя хорошо, по крайней мере, да. То есть, насколько восстанавливает, это нужно смотреть, наверное, под микроскопом, да. То есть, я не могу так сказать. Плотность увеличивает, дарит блеск и гладкость, это правда. Глубоко увлажняет по всей длине, это правда. Этот бренд Аравия тоже натуральный, насколько можно, не содержит силиконов, СЛС, парабенов и всего остального. И имеет нейтральный PH. Дело в том, что до этого я приобретала вот такую маску для волос. Она чуть меньше, она в объеме 200 миллилитров. И она мне очень понравилась. Когда я ее первый раз наносила на волосы, то есть, эта маска, еще раз, не имеет силикона. Какие-то масла здесь, по-моему, заявлены, ну, по ощущениям, кератин, коллаген, масло виноградной косточки и депантенол. То есть, масло виноградной косточки, это довольно легкое масло. И ощущение жирности маска не создает. И когда ты ее наносишь на волосы, как бы, такой, знаете, закрадывается вопрос. И вообще, ты ждешь, когда ты смоешь волосы и потом посушишь. То есть, как она отработает? Потому что она какая-то легкая, нежирная. За счет чего она будет напитывать эти волосы? Непонятно. Но когда ты сушишь волосы, волосы прекрасные. Вдобавок к этой маске все-таки я решила приобрести себе шампунь. Тут такое дело. Пользовалась я этой парочкой совместно два раза. И я не понимала, что происходит. Первый раз я воспользовалась тоже от Аравии на корни, на кожу головы, да, на скальп, как это называется, пилинг, химический пилинг. Я подумала, то ли я пилинг не досмыла. То есть, мои волосы были, как будто, чуть-чуть не промытые. Такие тяжелые. Но я делала пилинг. Я мыла голову вот этим шампунем и использовала потом вот эту маску. И крем-филлер. Это, в общем-то, одна линейка. Вот это одна линейка. Вот эти три товарища. Второй раз я делаю уже то же самое, но, естественно, без пилинга. Я понимаю, что снова чуть меньше этот эффект, но снова мои волосы как будто недомытые. То есть, они не жирные, но они, ну, в чем-то. Вот маска, не смытая маска. Хотя маску сюда я не наношу. Но все вместе. Это перебор. Для моих волос совместное использование. Перебор. Чтобы вы понимали, я никогда не использую на себе для волос Глискур. Для меня это всегда непромытые волосы. Если у вас есть такая же беда, хотя нас таких мало, то есть, это редкость. Обычно всем нравится Глискур, а для меня это, ну, вообще никак, просто любой. Любой. Сколько раз я не пробовала, я больше даже туда не смотрю и не подхожу, потому что это всегда жирные, непромытые волосы. Здесь эффект не такой сильный, как на Глискур у меня волосы, да, реагируют. Но все же он есть. И последние несколько раз я использовала этот шампунь без этой маски. Я брала маску, у меня есть в арсенале маски, такие слабоватые, знаете. И я поняла, что волосы мои шелковые, классные, плотные, блестящие, напитанные, утяжеленные. Но снова они висят вот этими вот сосульками. То есть, я понимаю, что сам по себе шампунь очень-очень-очень хороший. Какую-то дополнительную маску с ним, по всей видимости, можно не использовать. Конечно, так я не пробовала. Но в комбинации с той маской для волос, которая совершенно нифига не делает, я понимаю, что волосы, если они вот такие вот классные, эластичные, но это явно не маска сделала. Потому что она у меня уже год стоит, я уже как только ее не наносила, и на час, и на два, и под шапочку, и под термо-шапочку. Ну, не работает она совершенно. А здесь в комбинации с этим шампунем просто какие-то чудеса, понимаете? Ну, возможно, она чуть-чуть как-то там сглаживает, что-то там делает, но, по сути, сам шампунь вот такой. Я, конечно, не буду им пользоваться просто без масок. Все-таки хоть какой-то легкий бальзам я буду, естественно, наносить. Но имейте в виду, этот шампунь очень восстанавливающий, очень питающий. Очень, ну, то есть, и увлажнение он тоже какое-то вот имеет. Да, в общем, шампунь мне прям понравился. Но совместное использование для меня чересчур, да. Но сама маска с любым другим шампунем просто вау-эффект. Очень-очень нравится. Что касаемо крема-филлера, это не как крем. У меня есть именно крем увлажняющий для кончиков волос, тоже от Аравии я люблю этот бренд, как вы понимаете. То есть, там прям белое-белое. Здесь такое немножечко, как, ну, слегка прозрачный, прозрачный крем. Такая консистенция. Сейчас я не буду наносить на волосы, потому что давенец у меня все же на волосах. Очень мне тоже понравился. И блеск дает, и напитанность. Ну, как заявлено, что он тоже с кератином восстанавливает волосы. Гладкость, блеск дает, облегчает расчесывание. Я не знаю, потому что все-таки я использую спрей для легкого расчесывания. Делает волосы упругими, да. Обеспечивает термозащиту, но тоже это мы никак с вами не можем проверить. Но волосы действительно не так много секутся, если использовать вот такие вот штучки. Вообще, Аравия мне правда нравится. Очень нравится. Цена качества 400 с чем-то рублей за 200 миллилитров. Это огромный объем для волос. Обычный крем увлажняющий для волос. Я наношу, я не знаю, там 8 вот этих нажатий. Здесь, ну, где-то 2-3. То есть, в разы меньше распределяется так хорошо, легко. Не переутяжеляет. Ну, как бы я много так сильно не наносила, но проблем у меня с ним не было. В общем, мне нравится эта линеечка, супер классная. Но единственное, что я поняла, теперь шампунь отдельно, маска отдельно. Вот как-то так. То есть, даже на мои по длине пересушенные порошком изженые волосы этого многовато. Итак, что касается Аравии. Я взяла себе мицеллярную воду. Огромный объем. 520 миллилитров. Цена на эти 520 миллилитров довольно недорогая. Опять же, все ссылочки я оставлю вам внизу в описании под видео. Хорошо удаляет макияж. Не жжет мои глаза. Ну, конечно же, я умываюсь после мицеллярочки. Но иногда еще я могу снять макияж с помощью мицеллярной воды. И вечером бывает просто. То есть, до того, как я пойду там, например, в душ. Там часов в 7 вечера. Мне, может, все это дело надоест. Я просто прихожу сюда, сажусь, беру ватный диск. Смываю мицеллярной этой водой свой макияж. И мне лен идти умываться. Я просто беру еще один ватный диск или два. И потом протираю тоником лицо. Вот так я делаю. Но потом все равно через какое-то время я иду, в общем-то, умываться. Понравилась мицеллярная вода. Вообще ничего не жжет, не печет. Глаза никак у меня не слезятся. И даже ощущения, знаете, действительно. Вот я потом еще тоником, естественно, прохожусь. Но по факту, я даже как-то сидела специально полчаса. Как бы, знаете, так проверяла ощущения, чтобы рассказать вам. По факту, как будто бы еще и сверху тоником вы прошлись. То есть, кожа такая, она прям свежая. И она дышит, и она увлажненная. Нет какой-то вот этой вот стянутости. Нет вот этого ощущения как-то мыльности какой-то, знаете, как бывает после мицеллярных вот на лице. В общем, мицеллярная вода классная. У меня пока что есть еще чуть меньше половины, но остался тоник. Но я знаю, что я буду брать уже именно в Аравии тоник. И еще что за уходом за лицом. И еще что касаемо ухода за лицом. У меня заканчивается, в принципе, и гель для умывания. Ну, может там еще на месяц хватит. Чуть меньше, там на две недели, на три. Как-то так. Гель для умывания я точно теперь знаю. Я буду брать в Аравии. Возможно, пенку для умывания и однозначно возьму гидрофильное масло. Все. Знаете, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но как-то весь мой уход просто превращается в Аравию. Ну, как-то так. Не знаю. Крем для рук Аравия. Крем для лица у меня Аравия. Маска есть Аравия у меня. Кстати, кто пробовал, там есть еще на сайте рандеву, посмотрите, там есть от Аравии наборы карбоксотерапии и еще что-то. Такой, в общем, да, комплексный, можно сказать, салонный уход за кожей лица. Обязательно хочу взять. Вот просто, ну, очень хочу взять и протестировать. Из всего этого ухода единственное средство, которое я купила для супруга, это был вот такой вот гель, гель для душа и шампунь от Олин. Ну, Олин, можно сказать, да, такая наш российский бренд, профессиональная линеечка, да. Вот, и шампунь, и гель для душа. Освежающий. Вы знаете, я его наливала вот сюда в 100 миллилитров супругу, когда мы ездили в поездку. Я и сама им пользовалась, руки мыла. Сейчас у меня гель для душа, кстати, заканчивается. Вот плохо у Аравии, по-моему, нет геля для душа. Я бы попробовала. Гель такой прозрачный. Честно признаться, из баночки он пахнет, ну, не настолько сильно. Я бы не сказала, что он пахнет очень по-мужски. Но когда супруг принимает ванну, душ, дверь закрыта, на весь коридор через закрытую дверь просачивается аромат этого геля для душа. И он как-то даже ярче звучит. Я не скажу, что... Ну, он унисекс звучит. Он не прям, знаете, есть такой мужественный, такой мускулинный аромат. Этот все-таки не такой. Мужу он очень понравился. Вообще он мне довольно привередливый. Хотя он говорит, что нет, я могу пользоваться всем. Но, как показывает практика, не всем он пользуется. Вообще далеко не всем. Этот гель ему понравился. На самом деле вот этот гель. Он его называет жидким, чуть-чуть жидковатым. Я бы так не сказала. Ну, наверное, потому что это не крем-гель, а просто гель. Поэтому... Но вот этого полного дозатора, да, вот полного пшика хватит просто измылиться до такой степени. Он говорит, пена изумительная. И что самое классное, он отметил, что гель отмывает. Я не знаю. У меня не бывает такого, чтобы гель для душа меня не отмывал. Я не знаю. Но, как бы, я не мужчина. И я не занимаюсь стройкой. Я не что-то там... В общем, я так не пачкаюсь в какие-то там специфические какие-то штуки. Там не развожу костры. Там, я не знаю, не меняю масло в машине. Ну, то есть, какие-то вот эти, да, неотмываемые штуки. На мне они, как бы, их на мне нет. Поэтому я не могу так, как он, рассуждать. Но он говорит, что он отмывает. И он прям, даже, знаете, так немножечко удивился. Потому что всегда он использовал палмолив. Потом палмолив немножечко пропал. Потом он вернулся в три раза дороже. И пока я не могла покупить ему палмолив, я покупала и Эйван, я покупала и Белорусский. Значит, гель для душа я покупала и от фирмы ГРАС. То есть, это вот бытовая химия, которую я люблю. Но ему не понравился этот гель для душа. То есть, все ему не нравилось. Потом я начала ему покупать из раза в раз снова этот палмолив, который он сказал, больше не бери, потому что он вообще не тот, который был раньше. То есть, он испортился. Последние два флакончика я ему покупала Невея. Обычные 250 мл, обычные с магнита, с магнит-косметик. А они ему тоже не нравились. Ну, так себе, как он говорил. А вот этот гель его прям порадовал. В общем, я теперь, наверное, еще в запасы возьму. Он мне попросил, говорит, возьми в запас. У него теперь, видимо, какой-то страх, что что-то классное пропадет. А вот он такой человек. То есть, если он что-то полюбил, он этим будет пользоваться всегда. Всегда. И какой-то там ресторан, кафе, он будет ходить в него всегда. Ну, то есть, вот такая вот в нем есть, знаете, стабильность. Ее во мне нет, а вот в нем она очень даже присутствует. Поэтому он попросил еще такой гель для душа. И, девочки, у меня заканчивается гель для душа. Он дешевый, он от фирмы Комплимент. Он, в общем-то, ну, в этой подборке он пока что не появится. Он уже, наверное, в начале месяца, вот в сентябре у меня закончится. И в конце сентября я покажу эту пустую баночку. Я в раздумьях, какой же гель для душа мне купить. Он мне не очень сильно понравился. Он как бы средний, нормальный. Но я хочу что-то лучшее. И у меня возникла идея. А не пользоваться ли мне вот этим гелем? Он реально классный. Он классно пенится. Он классно отмывает. Он не пахнет сильно мужским. Я так его не пробовала. Я пробовала ему умываться с этой баночки в поездке. Он не сушит мне кожу лица. Я мыла ему руки. Все классно. Но тело я как-то вот не довелось, знаете. Причем он же и как шампунь еще может работать. Ну, шампуни у меня очень много. Муж пробовал. Ему все подошло. Но шампунь он использует другой. Но как бы я попросила несколько раз, пожалуйста, про мой голову. Вот этим средством, чтобы я о нем рассказала. Все нормально. У него там никакой перхоти. Ничего не появляется. Кожа головы там быстро не жирнится. Все классно. В общем, я думаю, что, наверное, ну, хотя бы вот эту баночку, начатую в 100 миллилитров, может быть, здесь миллилитров 60, вот так здесь, я попробую использовать тоже как гель для душа на себя. Но я не знаю, почему бы и нет. Но он не пахнет сильно по-мужски. Аромат распространяется на полдома, когда вот идет эта пена, но на коже он долго не держится. Поэтому я думаю, что я им тоже буду пользоваться в ближайшее время. На этом все, мои дорогие. Все вам показала. Ничего плохого, что мне не понравилось, у меня не появилось. Но и, честно говоря, да, Венис, я знаю. У меня есть вот одна маска. У меня есть масло для волос именно с этой линейки. У меня есть бальзам для волос с этой линейки. Еще мечтаю молочко купить именно с этой вот черной линейки. Ну, то есть, как бы я знаю именно эту линейку от Венис. Она мне нравится, поэтому тут как бы, ну, всегда выигрышная покупка. От компании Аравии я не первый раз покупаю какие-то уходовые продукты. И всегда остаюсь довольна. У них есть, по-моему, BB крем. У них есть какие-то кремовые румяна. В общем, есть что еще попробовать от фирмы Аравия. То есть, я всегда об этом думаю, но заказываю я то все-таки преимущественно, в чем нуждаюсь, что мне вот действительно здесь и сейчас необходимо. Вот. Ну, в общем, я всеми покупками очень даже довольна. Очень довольна. Спасибо, мои дорогие, за просмотр этого видео. Пишите комментарии. Пробовали вы как раз-таки от Аравии что-либо типа наборов карбоксотерапии, ну, что-то такое. Стоимость там 2-3 тысячи рублей, но там в набор входят и 3-4 предмета. В принципе, как бы, получается, ну, не сильно-то и дорого, учитывая, что на ежедневной основе вы этими продуктами пользоваться, ну, просто не должны и не сможете, я думаю, как-то так. Вот. Ну, в общем, спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.